Посещение школы в США это очень интересный и уникальный опыт, и я очень рад, что мне довелось его испытывать. Я знаю, что образование в других странах сильно отличается, особенно если сравнивать образование в Америке и со странами СНГ. В этом видео я хочу поделиться с вами своим школьным опытом, как американец, который родился здесь и провел всю свою жизнь в Соединенных Штатах. Я собираюсь рассказать вам о своем раннем образовании, как начальная школа и средняя школа, а затем я расскажу о старшей школе, high school и университет. Я надеюсь, что это видео поможет вам больше понять о жизни в США, и если вы хотите узнать больше о том, как я живу здесь в Калифорнии, в США, зайдите в мой инстаграм или телеграм, чтобы узнать больше о моей личной жизни. Во-первых, у нас есть preschool и kindergarten. Это ранние годы, когда детям от 3 до 5 лет. Учителя используют множество видов деятельности и методов, чтобы помочь детям овладеть необходимыми навыками. Preschool день обычно строится вокруг игр. Это больше похоже на daycare, чем на настоящую школу. Существуют групповые занятия, такие как circle time, где дети могут петь песни, слушать истории и узнавать о различных темах. В детском саду день становится более структурированным, с акцентом на приготовку детей к начинальной школе. Дети по-прежнему учатся в игровой форме, но у них также появляются более формальные уроки, читения, письма и математики. Так что preschool и kindergarten помогают детям научиться быть дружелюбными, понимать чувства. Дети учатся играть с другими, делиться вещами, ждать своей очереди, уважать учителя и делать что-то самостоятельно. Я помню, что когда я был в детском саду, это было просто много игр и даже сна. Например, мы пели песни, учили алфавит, потом гуляли на улице, играли, потом было что-то под названием nap time, время сдремнуть, когда мы просто спали в классе. Один час спали в классе, это было здорово. Итак, давайте поговорим о начальной школе, elementary school. Это именно сюда дети обычно переходят с первого до пятый класс. За это время мы изучили такие важные предметы, как математика, читение, письма, наука. Начальная школа это веселое время для детей и именно здесь они начинают закладывать прочный фундамент для своего образования. В начальной школе у меня была только одна учительница, которая преподавала нам все предметы. Это было здорово, потому что у нас установилась прочная связь с нашей учительницей. Она действительно хорошо узнала каждого из нас и она могла бы помочь нам с нашими индивидуальными вопросами. Я помню, что я пришел в школу около в 7 часов утра, потом у нас было что-то под названием recess, так как перерыв. В 10 часов утра у нас был recess, это перерыв, может быть, 15 минут только. Мы просто играли в детской площадке, в Америке в школе есть детская площадка. Я знаю, что в большинстве школ в России или в СНГ нет детской площадки, но в США да. И у нас было 15 минут, чтобы играть в детской площадке, потом мы вернулись в класс и учили, учили, учили. Потом около в 12 часов у нас был обеденный перерыв, и потом мы обедали и играли тоже в детской площадке один час. Честно говоря, если подумать об этом сейчас, еда была действительно вредной в нашей школе, в начальной школе. Мы кушали гамбургеры, картошки фри, чипсы, корн дог, пицца и так далее. Просто вредная еда. Я помню, что это было очень вредно, но было очень вкусно для меня тогда. Но сейчас я заметил, что, блин, это не была очень здоровая еда, полезная еда. А еще я расскажу вам забавную историю из тех времен, когда я учился в начальной школе. У меня есть брат, вы знаете, Алекс. Он на три года младше меня. И я был в пятиклассе, я думаю, или четвертый класс. И он был в первом классе. И у него был перерыв, но у меня был класс. Я сидел в классе, учительница учила что-то нам. И потом он постучил на дверь. И она открыла и спросила, привет, что случилось? Он сказал, у меня что-то срочно, мне нужно что-то срочно сказать моему брату. Она сказала, кто твой брат? Он сказал, Тони, Антони. И она сказала, Антони, твой брат хочет что-то важное сказать тебе. Сказал, окей, давай, что случилось? Привет, как дела? Я, нормально, нормально. И учительница сказала, это все? Просто ты пришел, чтобы сказать привет? Он сказал, да, это все. И она так сильно разозлилась и закрыла дверь. Она думала, что это было что-то очень срочно, важно. Но он просто пришел и сказал привет. Было так смешно. Но все смеялись в классе, я помню это время. Начальная школа в США я никогда не забуду. Это был очень интересный период в моей жизни. Это было шикарно. Сейчас я думаю, что это круто. Тогда я не хотел учиться, я не хотел быть в школе. Но сейчас я думаю, это было так здорово. Жизнь была проще. Теперь давайте поговорим о средней школе, middle school. Которая была для меня довольно интересным временем. Средняя школа во многих отличается от начальной школы. Прежде всего, структура отличается. В отличие от начальной школы, у нас был другой учитель по каждому предмету. В начальной школе у нас был только один учитель. Он преподавал нам математику, английский и так далее. Но в middle school был учитель для каждого урока. Для каждого предмета. Так что менять классы и учителя, это было что-то новое для меня. И еще одна вещь, которую я всегда помню о средней школе, заключается в том, что нам больше не нужно было носить форму. В отличие от начальной школы, это было здорово, потому что мы могли больше выражать себя через нашу одежду и демонстрировать наши личные стили. Еще что-то новое в средней школе, это стало ведение урока физикультуры. Впервые нам пришлось переодеваться в раздевалке и выполнять различия упражнений в рамках занятий. Поначалу это было немножко страшно для меня, переодеваться в раздевалке среди семь и увидеть их тело. Это было неприятно для меня вначале. Но потом это было нормально. Даже мы играли и есть смешные истории. Что касается того, что мы изучали в средней школе, то предметы стали более продвинутыми и разнообразными. Мы продолжали изучать основные предметы, такие как математика, английский, науки и так далее. Но у нас также была возможность посещать факультирование занятий, такие как искусство, музыка, иностранные языки. Но одна вещь, которая не сильно изменилась по сравнению с начальной школой, это еда. Еда в кафетерии все еще была довольно вредной. Хотя предполагалось, что на уроках физикультуры мы узнали о здоровье и фитнес. Было бы здорово, если у нас были более здоровые варианты питания в нашей школе. Но нет, это было всегда пицца, бургеры, куриные крылья и жареная курица. А теперь давайте поговорим о high school, старшей школе в Америке. Это наиболее часто изображается в Голливуде и существует множество стереотипов. Когда ты первый поступаешь в старшую школу, ты freshman. Это модное название для того, кто учится в девятом классе. Быть freshman может быть немного страшным, потому что это тоже как средняя школа, это все новое. Новые люди, новые учители, новые учителя, это что-то, все новое. Тебе нужно научиться ориентироваться в большой школе, потому что в Америке это очень большое. High school это большая школа. В Америке есть одно здание для elementary school, начальная школа, это целое здание только для детей. И потом middle school, целое здание в другом городе, в другое место. И high school тоже другое место, другое здание. Я знаю, что в России и в других странах все учат в одной школе. Если тебе 7 лет или 18 лет, все учат в этой школе. Но в Америке это не так. Есть одно здание для каждого. Для elementary, middle school и high school это совсем другое здание, другое место. К счастью, когда я учился на первом курсе, у меня был в школе старший двоюродный брат, который помог мне привыкнуть к новой школе. Но я быстро завел новых друзей. Потом в следующем году ты становишься sophomore в 10 классе. Это когда ты уже знаешь школу, у тебя несколько друзей. Я помню, что в 10 классе в sophomore year у меня было много друзей уже. И я занимался футболом и учил языки. Я начал учить французский. После этого в 11 классе ты становишься junior. Вот когда все становится более серьезным. Многие студенты начинают задумываться о колледже и о том, чем они хотят заниматься после окончания школы. Возможно, они начинают посещать более интересные, продвинутые занятия, чтобы готовиться к поступению в колледж и университет. Наконец-то в 12 классе ты senior. Это твой последний год в старшей школе. И тебе есть чего-то ждать с нетерпением. Например, prom. Prom – это большое событие школы в Америке. Это официальный танец, который обычно проводится для старших классников. Люди часто одеваются модными нарядами, в костюмах, платье. Это очень официально. И некоторые даже арендуют лимузин, чтобы приехать в школу, отвезти их в школу в лимузине. Это иногда слишком много для меня. Я думаю, что они просто хотят впечатлять всех. И в конце учебного года, который приходится на май и июнь, проходит graduation – выпускной. Это когда вы получаете диплома, high school diploma. Некоторые студенты становятся valedictorians. Это ученики, которые исключительно хорошо учились в школе. У них самые высокие оценки из всех учеников. Valedictorians обычно готовят речь на выпускном вечере. Они делятся своими мыслями, опытами и желают других хорошего будущего. Иногда школа приглашает известных или очень успешных людей готовить речь, говорить, произносить речь ученикам. Например, у нас был боксер из нашего города по именам Тимоти Брадли. У него была речь и мотивировал всех, как быть успешным, как быть готовым к будущему. Но самое лучшее – это что после окончания школы студенты в Америке отправляются в большое путешествие. Называется Grad Nights. Часто у нас поездка в Disneyland, Universal Studios. И они закрывают этот парк только для учеников, только для high schoolers. И все, которые находятся в парке, они все закончили школу. Это их graduation trip. Это очень здорово. Но в фильме и телешоу могут показать что-то, которое совсем не так. Они показывают обычно, что в high school есть популярные и непопулярные студенты. И самые популярные – они гуляют по школе с большой группой. Но это совсем не так. В нашей школе это было как… Если у тебя какие-то интересы, ты тусоваешься с этими людьми. Если тебе нравится рок, все, которые любят рок, они сидят вместе в обеденном перерыве. Все, которые любят… Все, которые играют в футбол, как я. Я играл в футбол-соккер. Я сидел с другими, которые… с другими атлетами и так далее. Так что это не как «о». Это группа популярных, это группа непопулярные. Совсем не так. Летом в 2016 году я окончил high school. И после этого я поступил в community college. Это общественный колледж. Это похоже на университет, но меньше по размеру. И обычно длится всего два года. А затем вы проводите остальные два года в университете. Но вместо два года, мне потребовалось почти четыре года, чтобы закончить общественный колледж. А затем я должен был принять решение. Поступать я в университет и платить около десяти тысяч долларов в год или мне следует попробовать работать. Школа не была для меня. Мне не очень нравилась учеба или домашнее задание. Поэтому вместо того, чтобы поступать в университет, я решил работать с отцом. У него строительная компания. Так что я работал с ним. Каждый день я проснулся рано. Дома, надевал свою рабочую одежду и отправился на работу. Мы строили дома, квартиры, много разных зданий. Это была тяжелая работа, но это научило меня много. Это показало мне, как работает бизнес и как усердно работать. Но это еще не все, что я делал после работы. После работы, когда я вернулся домой, я немного отдохнул и потом начал изучать русский. И потом после некоторое время я начал создать свой YouTube-канал и снимать видео. Так что я работал утром и потом вечером снимал видео. Я делал это один год. И потом я начал зарабатывать на YouTube. А теперь я здесь. Я преподаю английский онлайн. У меня YouTube-канал. Это так смешно, потому что я ненавидел учебу и школу. Но теперь я учитель. Я преподаю английский онлайн. Но я думаю, что изучение это лучше, когда это индивидуально. Вот почему я преподавал изучение на YouTube, интернете, потому что это твоим методом, это индивидуально, твоим способом. Не как в классе. В классе есть, например, 30, и учитель должен отвлекаться с многими. Это лучше, когда есть индивидуальные уроки. Так что в конце концов я понял, что быть предпринимателем, вести свой собственный бизнес, и создать свой контент, свой YouTube-канал, это моя страсть. Это, я думаю, что у каждого есть свой собственный путь. Для некоторых поступление в колледж, в университете, это, это хорошо для них. Для меня это не было, для меня. Я хотел работать, я хотел создать что-то, не просто сидеть в школе. И вот, ребята, это моя история обучения в США, школа в США. Я надеюсь, что это было интересно, что вы узнали что-то новое в США, жизни в США. Если вам понравилось это видео, если вы хотите узнать еще о жизни в США, тогда посмотрите это видео здесь. Если вы хотите улучшить свой уровень английского языка, смотрите это видео здесь. Thank you so much for watching this video. I'll see you in the next video. Peace out. Bye-bye. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok